Всем привет! Сейчас я поговорю не об объективе и не о фотоаппарате, а о таком замечательном и уникальном переходничке. Это переходник Canon RF-EF со сменными ND-фильтрами. То есть то, что лично меня, например, как видеографа, очень интересует. И отчасти как фотографа. Я вам сейчас покажу его вблизи. Здесь ND-фильтры от 1 до 9, но фишка в том, что они сменные. И вы можете вставить сюда полярик или ND-фильтры с другой плотностью. То есть в данном случае здесь ND-фильтры, которые вы можете менять по плотности. Видите, как он меняется сейчас по яркости. То есть до 9 стопов. Но в принципе я вам скажу, что для большинства целей этого уже предостаточно. То есть сейчас немного шумно. Вот здесь у нас переключается. Вы просто крутите и таким образом делаете его темнее и светлее. Так вы его вставляете и меняете. Причем я смотрю по глубине, что сюда можно будет вставлять в том числе и EFS оптику. Что является жирным плюсом. Потому что когда я тестил переходники с линзами, такие как, например, Viltrox. То линза внутри мешает вам вставить вот этот длинный больше байонет у EFS оптики. Здесь же вы можете вставлять как EF, так и EFS. И пользоваться ND-шкой. То есть у других производителей просто такого нет. И вы получаете функционал, который есть только уже в дорогих кинокамерах. Ну вот, например, как в C100, на который я снимаю. Но даже круче, потому что в кинокамерах ND-фильтры уже встроенные и статичные. То есть там, ну у меня, например, от 2, 4 и 6. А здесь вы можете, ну пока что у Canon только до 9. Но вы можете, сторонние производители будут производить новые фильтры с другой плотностью. Не могу об этом пока что еще сказать. А так этот переходник, по сути, выполняет ту же функцию, что вы можете ставить EF-объективы на Canon R или RP, или на то, что у них войдет потом. Но минус в том, что RF-объективы сюда уже не встанут. Потому что вот здесь байонет EF, а здесь RF. То есть RF напрямую в камеру становится. А этот только так. И еще один нюанс, что в самом светлом... Вот я сейчас включил самое светлое состояние его. Видите, он меня все равно затемняет. То есть пользоваться им как обычным переходником не получится, потому что так или иначе у вас будет стоять какой-то фильтр. Я не знаю, что потом сюда будут выпускать. Но вот в такой ситуации, ну это в любом случае ND-шка. Если вытащите, то тут будет дырка. То есть все равно нужно будет иметь и обычный переходник в том числе. Ну и полярики, как я говорил, тоже можно сюда ставить. И я сейчас его протестирую с объективом, куда ND-фильтры поставить физически нельзя. Сейчас у меня Canon 14 мм 2.8 f2. И как видите, из-за вот этой выпукой линзы сюда сверху проблематично что-либо накрутить. Разве что если сложные эти системы, уже дорогие. А так фильтры будут вставляться вот здесь, вот перед камерой. И я сейчас поменяю свой переходник обычный на вот этот переходник с ND-фильтром. Вот сейчас вы видите объектив с фильтром уже поставлены. То есть вот так вот он выглядит. 14 мм 2.8 можно вставлять желатиновые фильтры. Но как вы понимаете, это совсем не то. И вставляем его в Bayonet RF, что происходит у нас вот так. И вот у нас объектив получился с ND-фильтрами. Вот здесь вот я кручу и меняю его ND-стоп. А дальше я вам покажу видео, как это будет выглядеть. Потому что у нас здесь есть окно. Как раз такой резкий источник света. Просто я еще немного расскажу, зачем это вообще делается. То есть и в чем прикол он на того, что он сменный. Если вы снимаете видео, то вам нужна выдержка 1,5. Снимать на, не знаю, 1,000 это вообще не камильфо. То есть картинка получается рваная и неприятная. С помощью такого фильтра вы выдержку делаете длиннее, так как она должна быть. Отчасти в Canon R вы можете управлять этим за счет ISO. Ставите автоматическое ISO. Оно в зависимости от освещенности корректирует вам экспозицию. Но если у вас идет дневной свет, то на ISO 100 вы уже на 2,8 и 1,5 не поснимаете. Потому что он слишком сильный. То есть этот свет нужно глушить. И вот это делает ND-фильтр. Но в чем проблема обычных ND-фильтров, которые накручиваются сюда? В том, что они, во-первых, они с постоянной плотностью. То есть если вы в тени, то... Ну как, это уже можно компенсировать ISO, конечно, до определенной меры. Но если вы в тени, то у вас экспозиция не та, что на ярком солнце. С ND-фильтром вы чуть-чуть подкрутили, и у вас ничего не нужно менять. Оно все здесь исправляется. И самый частый пример. Вы снимаете в ЗАГСе быстро, с тем же самым объективом. Выходите, нужно встречать молодоженов, которые выходят из ЗАГСа. Но вы это делаете уже на улице. Время не накручивать фильтры. Те, кто снимает ЗАГСе, понимают, что там очень мало. Это вообще... Ну, вы можете забыть и так далее. Если у вас... Ну, на крайняк можно в ЗАГСе поснимать со слабым... Со самым слабым значением. Ну, этот фотоаппарат простит. Там чуть-чуть поднятая ISO. Выходите на улицу, поднимаете ND-шку, и у вас классная кинематографическая картинка. А не так, как это снимает 95% видеографов. И еще что хотелось сказать, что если вы фотографируете со вспышкой на улице, то можно не покупать сложный синхронизатор. Ну, они не такие дорогие, но все равно. Которые там снимают с одной тысячной. А снимают с обычной вспышкой или синхронизатором одной двухсотой. То есть, выдержка одна двухсотая. Но вы хотите снимать при ярком солнце. И на открытой диафрагме. Там объектив 1,2. И вы одеваете ND-фильтр, и у вас на 1,2 одна двухсотая. И подсвечиваете вспышкой. Но это тем, кому нужно для фотографов. Но в чем, повторяю, в чем кайф, что это будет работать со всеми объективами, которые вы сюда только не оденете. Потому что вот объективы с выпуклой линзой или элементарные объективы, у которых разный диаметр резьбы под фильтры. То есть, ну, у меня, допустим, есть кольца-переходники. Но это начинаются уже, знаете, такие танцы с бубном. Потому что на этот объектив меньше фильтр, на этот больше. На этот вам нужно, у меня 1,2, а тут 2,8, а тут 2,0. То есть, разная плотность, разные диаметры. И плюс, а если мне нужно на две, ну, быстро менять эти объективы в условиях. То есть, это все создает неудобства. И я уже привык, что на кинокамере, то есть, это мега удобно. То есть, если бы я снимал видео только на Canon R, то я бы обязательно купил бы такой переходник. Но так как у меня это, ну, для видео не основная камера, то пока что я о нем не думаю. Так как на C100 они уже встроены.